МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Далее расскажем обо всем подробно. Синоптики обещают снег и похолодание до минус 8. Традиционно большая нагрузка в этот период падает на коммунальщиков, которые вовсю готовят технику и ресурсы. Чистить городские улицы будет дорожно-эксплуатационное предприятие. Уборочные машины готовы на 80%. В связи с тем, что мы еще выполняем контракт по ремонту дорог, то есть некоторую технику мы еще не переоборудовали. К концу ноября 100% подвижного состава будет готово. В автопарке ДЭП около 30 единиц техники. Мини-погрузчики, фронтальные погрузчики, комбинированные дорожные машины, трактора. В прошлом году пригнали новые машины – грейдер, два трактора и КДМ. В случае необходимости, если будет снежная зима, муниципальное предприятие арендует дополнительную технику у частных фирм. Когда проходит снегопад, ДЭП чистит дороги первой очереди, по которым идет городской транспорт. Но есть и график уборки, которого предприятие придерживается. Работаем мы круглосуточно по уборке города. Вывоз снега осуществляется днем. То есть основные виды работ осуществляются днем. Ночью, скажем так, это у нас уборка дорог, очистка, посыпка и тротуаров. Большая просьба только к жителям города, чтобы убирали в свое время транспорт и старались не мешать уборке города процессу этому. За уборку во дворах ответственность несет Центр ЖКХ. Муниципальное предприятие уже подготовило транспорт, запас материалов, инструментов и топлива. Готовы инженерные сети. Все акты подписаны, дома приняты в эксплуатацию. Они всегда были, есть и будут. Отдельные жалобы жителей на некоторые непрогревы в квартирах. Туда, естественно, выходим, составляем акты замер температуры, осмотров. Мы готовы, все дома запущены, системы работают. Внешние контуры на квартирных домах надлежащим образом осмотрены, утеплены. Все тоже это отображено в паспортах готовности, которые также подписываются и представителями домов, и ресурсно обжающими компаниями. По нормативам в жилых помещениях температура должна быть 20-22 градуса тепла. В случае несоответствия коммунальщики обязаны найти и устранить причину. Екатерина Пенова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24. К концу года в Сарове заменят 53 лифта. Новое оборудование устанавливают на улицах Курчатова, Юности, Московской, Шверника. Сейчас по городу ремонтируют 30 лифтов. По адресу Гоголя-4 новый лифт почти готов к сдаче. По готовности на объекте, где мы находимся, Курчатова-13, порядка выполнения 40% замена производится в шести подъездах. Так как дом 7-подъездный, один лифт менялся где-то 12-13 лет назад. Над заменой лифтового оборудования работают две подрядные организации. Основной подрядчик – ООО «Старт-Тен» из Москвы. Субподрядчик – Саровский лифтремонт. Оборудование для лифтов поставляет Нижегородский «Трансэнерго». Городская компания заменяет 12 лифтов в трех домах – Курчатова-13, Гоголя-4 и Юности-13. Гоголя-4 выполнена. Мы где-то в пределах трех недель готовы исполнить свои обязательства по Курчатова-13. Естественно, будем переходить на Юности-13, где-то через две недели. В основном мои лифты достойного исполнения, речевой информатор, зеркала. Эстетически выглядят довольно-таки прилично. Срок завершения капремонта лифтов по городу – 15 декабря. После этого всем новым лифтам предстоит пройти техническое освидетельствование. В Сарове замена оборудования производится по программе капитального ремонта. На эти цели региональный фонд капремонта потратит более 800 миллионов рублей. Светлана Ирунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Много лет в квартире протекает балкон. Управляющая компания устранить течь не может. С такой проблемой в нашу рубрику «Городской дозор» обратилась Галина Бабуркина. В особо дождливую погоду с балкона ее мамы, которой 92 года, выносили по несколько ведер воды. Сама пожилая женщина с огромным трудом справлялась с сезонными потопами. После нашего обращения в управляющую компанию вопрос, наконец, сдвинулся с мертвой точки. Хочу поблагодарить команду «Городского дозора» за помощь в решении проблемы полупротечки балкона у моей мамы. В настоящее время жилищно-эксплуатационная контора провела большую и сложную работу. Не сразу смогли найти вот эту протечку, но в настоящее время сейчас эта проблема решена. И я желаю всем горожанам обращаться в «Городской дозор», если у них будут какие-то проблемы. На протяжении 10 лет «Канал-16» помогает горожанам в неравном противостоянии с глухими к их проблемам управляющими компаниями и органами власти. За эти годы наши корреспонденты освещали сотни городских проблем. Наша рубрика – это возможность привлечь к своей проблеме внимание общественности. Протекшая крыша, холодные батареи, отсутствие горячей воды, затопленные подвалы, разрушенные балконы и мусор во дворах. С такими проблемами саровчане сталкиваются регулярно, годами обивая пороги коммунальных служб. Если вам надоели отговорки, звоните в нашу рубрику «Городской дозор». Вместе мы сможем решить любые вопросы. Телефон нашей рубрики прежний – 37200. Анна Пилипец, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24. Мусор сегодня глобальная мировая проблема. Ежегодно миллиарды тонн природных ресурсов становятся расходным материалом. Без рециклингов. Вскоре планета не только погрязнет в отходах, но и останется без природных ресурсов. 15 ноября есть подходящий повод, чтобы задуматься о переработке мусора. В этот день во всем мире отмечают Международный день переработки вторсырья. В упаковке от товаров остатки еды, пришедшие в негодность вещи. В среднем в день, по статистике, россиянин производит около 1 килограмма 100 граммов мусора. Оседают эти отходы на мусорных полигонах. Самый вредный мусор – пластиковые отходы, одноразовая посуда, пластиковые бутылки, пакеты. Сжигать их нельзя, от этого выделяется ядовитый газ. Закапывать в землю тоже бессмысленно. Среднее время разложения пластмассовых изделий колеблется от 400 до 700 лет. А так любимые горожанами полиэтиленовые пакеты в природе разлагаются от 100 до 200 лет. Единственный безопасный способ борьбы с мусором – его переработка. По данным экологов, к 2030 году она позволит сократить объем захоронения мусора в России на 75-80%, а значит сократится и количество свалок. Новая сфера даст новые рабочие места, позволит экономить энергию и госбюджет. Кроме того, из мусора можно делать новые, весьма качественные вещи. Культура сортировки отходов понемногу начинает укореняться в сознании россиян. Например, уже несколько лет экоактивисты Нижегородской области занимаются сбором мусора на переработку. Точки есть в Павлове и на Бару, а в Нижнем Новгороде открыто уже более 150 эко-пунктов. За сдачу мусора даже платят. Это не только бесплатно, это даже за деньги. То есть ты получаешь какие-то условные денежки. Это, конечно, не миллионы рублей, а какие-то условные 2, 3, 4, 5, 10 рублей. Но, тем не менее, это сырье, которое впоследствии будет переработано, и оно будет получать новую жизнь в виде каких-то новых продуктов, новых предметов. В Сарове тема раздельного сбора мусора пока на паузе. Закупленные несколько лет назад контейнеры так и не появились во дворах. Однако активно экологическим просвещением занимаются в школах. Например, в Центре образования несколько раз в год проходят акции по сбору батареек, бумаги и пластиковых крышечек. Но в полном объеме система по сбору отходов в городе пока не работает. Екатерина Пенова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24. Торчащая арматура, брошенные бетонные блоки, горы из деревянных досок, кирпичей и стекла. Такой живописный вид открывается жителям домов на улице Московской и Курчатова на протяжении 8 лет. В 2014 году на этом месте начали возводить магазин. В 2015 году стройку приостановили, и территория начала приходить в запустение. Опасный участок нередко выбирают для игр маленькие дети. Устали все. Дети. У меня вот внучка там чуть на что не попала. Я за ней бегом, бегом. А я сама на инвалидности. Я не могу ходить. Бегом за ней. Как я побегу? Варя, Варя, кричу. Варя, вернись назад, вернись назад. А дети сколько идут оттуда, плачут. Плачут, идут, плачут. Мы упали боком. Ну, давай, посмотрю, думаю, может, кровь у нее утекет. Подняла там я все ему это. Нет, вроде ничего. Говорю, ну, маленькую шубу у тебя есть. Рядом с территорией проходить опасно. Мостки и заборы обваливаются при сильном ветре регулярно. Стекла и мусор летят во двор. 13 ноября сильный ветер снова повалил ограждение как со стороны улицы Курчатова, так и во дворе домов на Московской. Решить наболевшую городскую проблему с 2020 года пытается депутат Алексей Волгин. Два года назад народный избранник добился установления сроков строительства, поскольку ранее долгострой никак не ограничивали временными рамками. В 2020 году мы добились путем принуждения, потому что областное правительство было вынуждено обратиться в арбитражный суд уже с иском об освобождении земельного участка. Соответственно, застройщики озаботились проблемой, обратились в областное правительство. Закон им предоставил на тот момент, к сожалению, право еще на три года продлить договор аренды. С правом продления договора перед застройщиком встала и обязанность освоить участок за 18 месяцев, а именно получить за это время разрешение на строительство. Срок истекает уже 19 ноября, и пока никаких документов от застройщика подано не было. Формально для того, чтобы получить разрешение на строительство, администрация будет рассматривать, насколько я помню, 10 рабочих нет. То есть мы понимаем, что застройщик уже на сегодняшний день разрешение на строительство, и установленный срок не получит. Насколько я знаю, договором аренды, нестанным соглашением за неисполнение таких обязательств предусмотрена ответственность. Там установлены штрафы и ответственность вплоть до расторжения договора. Как только договор будет расторгнут, застройщика обяжут убрать объект. Однако, если он откажется, эту обязанность возьмет на себя областное правительство. А затраты на эти работы взыщет застройщиков в судебном порядке, рассказал Алексей Волгин. На самой территории в будущем планируют совместно с жителями создать общественное пространство с помощью программы «Вам решать», а часть территории отдать для парковки, в которой остро нуждаются местные жители, добавил депутат. Канал 16 продолжит следить за ситуацией. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24. 16 лет поддержки и добра более миллиона рублей пожертвований. Эти деньги, собранные в рамках благотворительного марафона «Город единства непохожих», пошли на адресную помощь людям с ограниченными возможностями здоровья. В рамках марафона проводят целый комплекс мероприятий, спортивные события, социальные площадки, творческие мастерские и концерты. В этом году благодаря помощи горожан и предприятий города мы собрали значительную сумму, на которую приобрели тренажер для участника клуба «Лоц» Никиты Сидоренко. И планируем еще на оставшиеся средства приобрести тренажер для подминтонистов с нарушением слуха, которые занимаются здесь, в молодежном центре, и показывают высочайшие результаты на соревнованиях различного уровня. В этом году активисты выдвинули проект благотворительного марафона на соискание международной премии «Мы вместе». В июле проект отобрали на региональный этап. 191 заявка была допущена до защиты проектов в Нижнем Новгороде. Руководитель клуба «Лотос» Екатерина Неконорова познакомила жюри конкурса с проектом, ответила на все возникшие вопросы. Итог – выход в полуфинал. Наш проект «Долгожитель» прекрасный, очень значимый, очень нужный и важный. И второе место, международные премии «Мы вместе», которое мы получили, я считаю, что это прекраснейший результат. Мы заявили о себе на всю область. И, в принципе, нас уже знают, с нами уже хотят общаться. Клуб «Лотос» расширяет круг общения. Его участников приглашают на события, которые проходят не только в нашем городе, но и в области. В декабре они планируют поездку на инклюзивный концерт «Варзамас». Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24. Андрей Ширяев работает участковым 11 лет. Пришел на службу сразу после окончания Нижегородской академии МВД. Год назад Андрей Владимирович стал старшим участковым. Участок у нашего героя и его напарника большой – от Силкина, Дочапаева, Якубышева, Карла Маркса и Ленина. На территории живут почти 8 тысяч человек, и каждому из них может понадобиться помощь. Есть и неблагополучные граждане. С ними участковому приходится много взаимодействовать. Специфика деятельности участкового полномоченного состоит в первую очередь в рассмотрении заявлений об обращении граждан, проверка состоящих на учете, проведение с ними профилактической работы. Граждане, проживающие непосредственно на моем административном участке, могут обращаться по мне всем по любому случаю. Мы принимаем абсолютно все заявления, рассматриваем их, принимаем законные обоснованные решения. Чаще всего к участковому обращаются по поводу краж и причинения телесных повреждений. Много жалоб поступает на нарушение тишины. Андрей признается, что служба в отделе участковых уполномоченных позволяет ему все время находиться в тонусе. Работают участковые посменно с 9 до 18, либо с 14 до 23. Все это время в основном они проводят на ногах, обходя участок. Хотя и бумажной работы достаточно много. Служебный день у нас начинается с вооружения, после чего мы идем на развод, где нам доводят оперативную обстановку. Изучаем ориентировки, сводки, получаем на исполнение заявления обращений граждан, после чего мы непосредственно выходим на участок и проводим работу уже непосредственно на участке. 17 ноября участковые и уполномоченные отмечают профессиональный праздник. Это подразделение одной из старейших в системе органов внутренних дел. Возникло оно еще при Петре Первом. Но официальные инструкции участковых утвердили 17 ноября 1923 года. Но как бы ни назывались участковые во все времена своей истории, одно неизменно – они всегда стояли на страже закона и порядка. В этот замечательный день хочется поздравить своих коллег, пожелать им удачи, крепкого здоровья и удачи в службе. Екатерина Пенова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, служба новостей Саров-24. Екатерина Мелентьева – учитель истории, советник-директор по воспитанию и вожатая школа номер 20. Четыре года подряд выезжала в археологические экспедиции на раскопки IX века. Воспоминаниями об этом увлекательном периоде своей жизни она поделилась с саровскими ребятами на очередной классной встрече в рамках проекта российского движения школьников. Екатерина рассказала все детали процесса – от разведки до передачи данных в музей. Научила, как определять место раскопок, снимать слои почвы и сравнивать находки. Самым прекрасным в археологии было то, что я могла прикоснуться к истории с собственными руками. Изучать историю в институте – это одно, а прикасаться к ней, откапывать какие-то древности – это совершенно другое. И теперь на уроках истории я понимаю, о чем я говорю, о той же археологии я могу показать что-то детям и рассказать об этом подробно. Это для меня, как для учителя, очень важно. Самой главной находкой Екатерина считает бронзовую брошь в виде оленя, хотя в основном археологи откапывают фрагменты керамической посуды. Работала девушка в Хантамансийском автономном округе. Оттуда она привезла некоторые находки – образцы почв – от чистого песка до верхнего слоя с ягелем. Кроме научной, есть в археологии еще одна составляющая. Это ни с чем не сравнимая романтика походов, вечеров в костра и песен под гитару. Самое главное – туда съезжаются люди со всей России. И ты можешь познакомиться с культурой России в том числе. Пока едешь в эту экспедицию, ты приезжаешь через всю страну. И для меня очень многое стало в новинку. Вот, например, Ханты Манси. Ханты, да? Я же рассказывала детям тоже сегодня. Говорю, был Хант. Я подхожу, а как тебя зовут? Он говорит, Андрей. А я-то думала, Хантов вообще зовут как-то иначе. Я говорю, фамилия у тебя какая? Качалов. Хант Андрей Качалов. Я думаю, это человек с оленем и бобном, а на самом деле это обычные люди, как и мы с вами. За рассказом и презентацией археолога внимательно следили и дети, и взрослые. Слушатели ловили каждое слово Екатерина, вглядывались в фотографии, отвечали на каверзные вопросы и удивлялись, если вдруг звучала информация о чем-то совершенно необычном. Вы знаете, в школах проводится много профориентационной работы и классные встречи РДШ – это прекрасная возможность воочию, то есть потрогать что-то и пообщаться с людьми, которые знают много, и профессионал в своей области. Запомнилось обычаи и быт. Конкретно тех людей и здешних, которые там прибыли на экспедицию, про особенности климата, наверное, и жизни особенностей, про приспособления и прочее. Возникло желание после этого стать археологом? Да, возникло, есть такое. Следующее такое мероприятие состоит с 15 декабря. Кто будет гостем, зависит от самих ребят. Предложение принимают в группе «Союз сияющие звезды ВКонтакте». Екатерина Пенова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей СОРО-24. С Новым годом и Рождеством православный волонтерский центр «Радость моя» поздравляет детей с ОВЗ и инвалидностью с 2010 года. Добровольцы приходят к семьям, дарят ребятишкам подарки и рассказывают историю о Рождестве Христовом. На эти цели волонтеры ежегодно собирают пожертвования в торговых центрах города. Средства нам нужны на то, чтобы приобрести рождественские подарки и организовать рождественское поздравление. Я его называю рождественским, поскольку для меня значимость этого праздника выше, чем Новый год. Но поскольку у нас тоже уже сложилась своя традиция, у нас приходят Дед Мороз, Снегурочка новогодняя, добрые сказочные лесные звери. И в то же время у нас идет рассказ о Рождестве. Также у соровчан есть возможность самим приобрести подарки особенным детям. Передать их можно либо волонтерам, которые будут стоять на сборе в торговых центрах, либо самостоятельно принести в Центр Милосердия на улицу Пушкина, 24А, с пометкой для поздравления детей с Рождеством. Самое такое интересное для детей в подарок получить – это творческие наборы. У нас подопечных детей в списке очень много именно детей такого среднего подросткового возраста и старшего подросткового возраста. Вот подумать, что может быть интересное ребенку в таком возрасте. Интересные штуки современные для творчества, ну, какие-нибудь там, для изобразительного творчества. «Радость моя» приглашает волонтеров помочь в сборе средств или поучаствовать в поздравительных бригадах. Вырученные средства от благотворительной акции также пойдут на поддержку семей, которые воспитывают детей инвалидов. Если кто-то вдруг сейчас о нас узнает в первый раз, и у вас в семье или у ваших знакомых или родных ребенок с особенностями развития, с инвалидностью, и волонтеры ни разу не поздравляли, то, пожалуйста, к нам звоните. Мы вашу семью включим в наш список. Рождественский благотворительный сбор пройдет в трех торговых центрах «Атом», «Куба» и «Плаза». Стартует акция 18 ноября. Сбор будет проходить каждую неделю по пятницам с 5 до 9 часов вечера и по субботам с 12 до 18 часов. Подробная информация по телефону 8 906 353 46 37 Светлана Ярунова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Над созданием спектакля «С любимыми не расставайтесь» работали совместно группы Православного творческого объединения «Мир» и творческой студии «Образ». Сначала постановка по пьесе Александра Володина была учебной, так актеру прорабатывали характеры, а потом материал вылился в полноценный спектакль. Время действия – 1970-е годы. Судья один за другим рассматривает дела о разводах. Тема, мне кажется, актуальная и важная. Сейчас особенным, мне думается, сохранение семьи, с чего начинается разлад в семье, как его преодолеть, как сохранить любовь. Мне кажется, это крайне важным и актуальным и сегодня тоже. Спектакль не раз показывали студентам с РФТИ, которые оставляли после просмотра самые теплые и трогательные отзывы. Для саровских зрителей показать постановку удавалось редко. В воскресенье 20 ноября у всех желающих будет отличная возможность увидеть «С любимыми не расставайтесь» на сцене православного творческого объединения «Мир». Начало в 16 часов для зрителей старше 16 лет. Почти во всех историях причиной является измена кого-то из супругов. И это действительно действует просто разрушающе, уничтожающе. Удивительно, студенты хорошо у нас откликнулись после спектакля, они пишут отзывы, что они как-то прониклись. Творческое объединение «Мир» также восстанавливает и свой известный спектакль «Сестры» о судьбе репрессированных девеевских монахинь, только уже в обновленном составе. По словам режиссера Ирины Семенчук, многие зрители хотят снова увидеть постановку и ждут ее возвращения в «Мировский репертуар». Спектакль по документам, воспоминаниям о сестрах, по их каким-то небольшим воспоминаниям. И мы полностью обновили состав, потому что тот состав девочки выросли, поступили учиться, уехали из города, вышли замуж некоторые, и уже в спектакле не участвует. Полностью новый состав. Спектакль «Сестры» покажут 27 ноября. Для зрителей старше 12 лет. Также «Мировцы» и студия «Образ» уже работают над зимней премьерой. Спектаклем «Метель» по повести Пушкина. А для ребят помладше к Рождеству творческое объединение готовит сказку «Удивительное путешествие кролика Эдварда». Светлана Ярунова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей «Саров-24». Это тепловой анимометр АТ-01. Он показывает три значения. Температура воздуха, скорость воздушного потока и объем воздушного потока. На научно-техническом форуме инженеры будущего студент Саровского полистехнического техникума Андрей Киликов представил проект «Разработка бюджетных приборов, системы вентиляции и кондиционирования воздуха». Юноша создал два прибора тепловой анимометр и индикатор качества воздуха. Преимущество изобретения Андрея в том, что таблица значений и цветовой индикации уже находятся на самих приборах, поэтому они максимально просты в использовании. Это два прибора, которые могут помочь монтажнику, системе вентиляции и кондиционирования воздуха. Один прибор может измерять скорость и объем воздушного потока, ну и также температуру. А второй может улавливать из воздуха СО2 и ТВОЦ и определять их количество. Проект Саровчанина получил высокую оценку членов экспертного совета научно-технического форума обучающихся инженера будущего от идеи до воплощения, который прошел в городе Снежинске. По итогам стендовой защиты работ научной и инженерной выставки молодых исследователей Андрея Киликова наградили дипломом первой степени. Также в рамках форума прошли мастер-классы и конкурсные соревнования по судомоделированию робототехники. В номинации судомоделирования студент политеха занял третье место. Впечатление просто прекрасное. Город очень добрый. Мне очень понравилась эта поездка. Сам форум тоже прошел отлично. Я увидел много проектов, я узнал много нового. Мне посоветовали, как в принципе можно улучшить данные приборы. Я рад, что съездил. На инженерный форум преподаватель политеха Игорь Столяров привозит своих студентов на протяжении 10 лет. По его мнению, площадка форума отличается чуткостью и вниманием каждому участнику. Игорь Васильевич, научный руководитель Андрея Киликова, получил благодарность за долголетнюю и плодотворную работу. Каждый участник не остался без оценки авторитетного жюри. Каждый член жюри подошел к каждому участнику, оценил его работу, оставил свой отзыв и пожелания с каждым участником. Вот это все, оно заставляет и нас, как говорится, побуждает нас, чтобы мы приезжали на эту конференцию снова и снова. До этого проект Саровчанина не раз становился победителем и в других инженерных конкурсах. Предприятие ВНЕФ тоже отметило изобретение студента. В рекомендательном письме специалисты подтвердили, что приборы полностью готовы и их могут использовать в своей работе монтажники, системы вентиляции и кондиционирования воздуха. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Эта выставка не просто дарит эстетическое удовольствие посетителю, но и помогает совершенствовать себя в творческом ремесле. На стендах в зале детской художественной школы представлен цикл создания картин – от эскиза до финального полотна. Выставку методических пособий часто посещают воспитанники школы и молодые педагоги. Это наглядное пособие отлично помогает восполнить пробелы в изученном материале. Здесь есть работы, выполненные в декоративной технике. Если мы будем говорить о композиции, декоративно-прикладной композиции, станковая композиция, здесь представлены задания по живописи, по рисунку. Для всех уровней учащихся наша школа, начиная от первого курса, заканчивая последними старшими курсами. Один из самых сложных и многогранных разделов выставки – композиция. Это квинтэссенция всех полученных знаний по рисунку, живописи и другим областям. Перед учениками встает непростая задача – оживить полотно, запечатлеть на нем гармоничный момент жизни, правильно расположив все его объекты и составляющие. На первых курсах они намного проще. В этих первых заданиях ученики постигают азы композиции, построения композиции, что такое композиционный центр, это подчинение композиционному центру от малокомпонентных композиций до сложных многофигурных композиций. Посетить выставку можно в часы работы художественной школы, без возрастных ограничений. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Усидчивость, терпение и внимание к деталям – те качества, которыми обладают воспитанники архитектурно-художественного отделения ДШИ. Яркий тому пример – проектные работы ребят – архитектурные рыбы. Над ними они трудились в течение учебного года. Сначала изучали архитектурные стили, выбирали для себя наиболее понравившиеся. Затем переходили к зарисовке самих зданий. Следующий, куда более сложный творческий этап – вписать эти здания в предложенную форму. Ребятам досталась форма рыбы. Ребята должны были трансформировать архитектуру определенного стиля в форму рыбы. То есть для начала они делают эскиз. Причем несколько эскизов. И уже мы над ним тоже работаем. Это непростое дело. Выбираем лучший. После этого ребята переходят уже к выполнению графической работы. Ольгу Ильину покорила строгость и величественность колонн Древней Греции. Савелий Дерюгин остановил свой выбор на изогнутых, почти улыбчивых крышах строений Древней Японии. А вот рыба Виктории Шушиной содержит строение в стиле русского деревянного зодчества. Все три работы по достоинству оценила жюри Международного фестиваля «Зодчество-2022». Один из самых непростых этапов работы для ребят было создание макета. Макет рыбы, потому что на него ушло очень много времени. И это было интересно все время создавать. Если это на рисунке, это было не так, но это было проще. А на макете это нужно было все объемно делать. Рыба в японском стиле. Мы ее делали из картона, клеили, вырезали палочки, клеили всякие палочки, приклеили всякие формы. Получилось с такими крышами большими, как улыбаются. Получилась графика красивая. Ребята стали лауреатами фестиваля и обладателями дипломов Союза архитекторов России. На достигнутом останавливаться они не намерены и планируют совершенствовать свои навыки. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24. Субтитры создавал DimaTorzok